Девушки отдыхают За женским счастьем мама забыла про дочь-подростка, а когда опомнилась, обнаружила, что 15-летняя девочка беременна. Что делать, решит суд. Есть в жизни мальчика человек, который выполняет функции отца. Он любит ребенка, ребенок любит его, они гармоничны и счастливы. Я в эту картину не вписываюсь. Не вписывайте, сплатите деньги. Спустя 6 лет после рождения ребенка, женщина решила возложить на своего бывшего ухажера отцовские обязательства. Оправданы ли действия матери, если маленький сын считает своим отцом другого человека? И когда мы с ним боролись, он плакал и от боли, и от позора, потому что его отец обзывал самыми плохими словами. На турнире по самбо произошел скандал. Судьи досрочно остановили схватку и присудили поражение юному спортсмену, который зарыдал от боли. Отец мальчика не намерен мириться с поражением. Истец Екатерина Самохвалова подает иск об определении места жительства дочери с ней. Ответчик Роман Самохвалов иск не признает. Считает, что дочери будет лучше с ним. Ответчик, простите, пожалуйста, вы знаете, что в здании суда необходимо снимать головные уборы? Да, прости. Для мужчин, по крайней мере. Извините, скажу. Благодарю вас. Слушается дело Самохваловой Екатерины Валерны с исковыми требованиями об определении места жительства несовершеннолетней дочери совместно с матерью. Ответчиком у нас является Самохвалов Роман Евгеньевич. В качестве представителей органов власти у нас присутствуют представители органов опеки и попечительства. Так, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, два года назад мы развелись с моим мужем Романом Евгеньевичем. И у нас осталась общая дочь Диана. На момент развода у меня была непонятная жизненная ситуация. То есть мы до этого жили в квартире мужа с его мамой. Когда я уходила, я уходила в съемную квартиру, ребенку 13 лет. И, соответственно, ну, по съемным квартирам ее с собой тоже таскать не очень хотелось. Тем более, что она ходила за студию, у нее очень хорошие способности. Она посещала школу по месту жительства, у нее свои друзья. И мы все вместе на семейном совете тогда решили, что Дианочке какое-то время можно будет пожить вместе с папой и с бабушкой, которая бы следила за ребенком. Ну, как оказалось, в итоге это было очень ошибочное решение. Мой муж никак не занимался ребенком. Да? А кто же занимался? Да, Дианочка была предоставлена сама себе. Да? А ты за два года даже ни разу не позвонила? Очень хорошая мать. Не занимался. А кто ее воспитывал? Ну, в общем, воспитание привело к тому, что ребенок бросил школу. Она сейчас нигде не учится. Она не ходит в школу, не ходит в колледж. Ничего она не бросила? Она бросила заниматься в застуде. Начала пить, курить, гулять. То есть у нее все, что есть, это просто гулянки, причем совместно с папой. Они ходят по клубам. Насколько я знаю, он встречается сейчас с ее подругой. Это при том, что нашей дочери всего 15 лет. А подруге сколько? Ну, это уже у Романа Евгеньевича надо спросить. Возможно, это повод еще к какому-то уголовному делу. У меня сейчас на данный момент изменилась ситуация жизненная. У меня уже есть в собственности квартира. Вот у меня есть свидетельство о собственности двухкомнатное. У меня... Я вышла замуж. У меня, получается, сейчас полная семья. И мы с моим мужем хотим заняться воспитанием Дианы. В том числе... Вот. Избавить ее от негативного влияния папаши на жену. Да? А где же ты была два года до этого? Ни разу ребенку не позвонила. Ничего про ребенка не знаешь. Ты занимался дочери. Ну, давайте так. На самом деле, по ответчикам задает вопрос. Можете мне сказать, в течение этих двух лет, как занимались воспитанием ребенка? Ну, в течение двух лет я практически не занималась воспитанием Дианы, к сожалению. А теперь вот хочет. Да, так сложились обстоятельства. Потому что, знаете, почему она сейчас хочет? Потому что она год назад родила ребенка, сидела с ним, а потом ее вызвали на работу. А с ребенком некому сидеть. И тут она вспомнила, что у нее есть старшая дочь. И вот же она нянька-то и пришла, заявилась на пороге. А как там моя Дианочка? Да, как моя Дианочка. А как там моя доченька? Может быть, пора мне уже ее забрать к себе? Конечно, пора, потому что ты не справляешься с ее воспитанием. То, что ты как-то ее воспитываешь совершенно вообще ненормально для 15-летнего подростка. Поясните, пожалуйста, вот истец утверждает, что ваша дочь не учится. Это не так. Дело в том, что она закончила 9 классов. И дальше мы просто решили, что у нее больше нет никаких желаний учиться в 10-11 идти. И мы сейчас думаем насчет того, чтобы потом в колледж ее определить. А когда вы будете думать, что я должна пояснить. Это же не обязательно. Простите, пожалуйста, да. Извините сейчас органы опеки. Внесите ясность, пожалуйста, в этот вопрос. Ваша честь, вы знаете, она не ходит почему в школу. Она беременная. Эта девочка беременная. И органы опеки считают, что это чистое упущение отца. Потому что ребенок был предоставлен абсолютно сам себе. А подождите, вы ответчик, вы знаете? Да, я знаю. А папу вы знаете? Что? Папу знаете? Знаю. И что вы сделали? Один из ее друзей. Ну, и что вы сделали с этим папой? Ну, я ему сказал, товарищ, потенциальный муж. Но он что сделал, предложение, потенциальный муж, товарищ ваш? Он на пути к этому. На каком пути? У нас тут на пути уже род дома, а не на пути к предложению. Пусть только попробует не сделать предложение. Но на самом деле просто там любви большой нет никакой. И смысла нет в этом, чтобы жизнь без любви соединять. Ваша честь, здесь упущение двоих родителей. И вина двоих родителей абсолютно однозначна. Это вина двоих родителей. Но в данной ситуации органы опеки все-таки рекомендовали бы ребенка определить к маме. Потому что она сейчас работает, у нее стабильная зарплата, у нее полная семья, у нее хороший муж. Маленький ребенок, органы опеки считают, что это плюс в воспитании ребенка. Она все-таки будет как-то адаптироваться, ухаживать за ребенком. Это душевная привязка, опять же. Условия жизненные, хорошие. Квартира хоть взята в ипотеку, но собственницей является истицией. Поэтому органы опеки в данной ситуации считают, что девочке все-таки будет лучше у мамы. А девочка когда родит, ей будет сколько? Ей будет 16. То есть мама неизбежно будет опекуном ребенка? Я готова быть опекуном ребенка. Обязательно, обязательно. Где папа этого ребенка? Пусть алименты хотя бы платят. Или его родители будут платить алименты? Да ему самолет, наверное, 15 лет. Папе-то надо поинтересоваться. Ты же знаешь, что папа? Папе сколько? 17 ему. Так, хорошо. Пригласите, пожалуйста, в зал несовершеннолетний. Сейчас будем с ребенком разговаривать. Свидетель-ответчик, войдите. Пожалуйста, представьтесь. Самохвалова Диана Романовна. Диана Романовна, скажите мне, пожалуйста, сейчас ваша мама просит, чтобы определили ваше место жительства совместно с мамой. Да фиг ей. Что-что? Я сказала, что я не хочу жить с ней. Мама нарисовалась тоже мне. Я хочу жить с отцом. Я это уже много раз говорила. Да, и нам вместе комфортно, мы ладим с самого детства. А причины скажите, пожалуйста. Потому что с папой мне жить хорошо и комфортно. В отличие от нее, он хотя бы помнил обо мне эти два года. И он со мной общается, мы нормально ладим абсолютно. Они с вами общаются, пьете вместе. Да ничего мы не пьем. Диана, ну до этих же двух лет. Вы же дружно жили с мамой. И вы любили маму свою. Ну правильно, а потом она смотала удочки и к любовнику свалила. А вам вольготно с папой? Да? Вольготно. Ничего не вольготно, что вы говорите вообще? Никакого контроля, красота, гуляй, делай, что хочешь. Вообще, какого черта вы все решаете, с кем я должна жить? Потому что ты ребенок. Да ничего я не ребенок. Пришла такая, нарисовалась возле дверей. Дианочка, привет. Нет, ой, ты беременна, а как так получилось? Да как у всех получается? У тебя он как получилось? Или все рассказать может? Как с тобой разговариваешь, Диана? Да как с тобой разговаривать? Как? Нормально с тобой разговаривать. Хорошо, а как вы... Это твое воспитание. Мое, да? А где ты была, чтобы воспитывать? Диана Романовна, я поняла вашу позицию. А как вы будете воспитывать ребенка, когда родили? А я решила уже все. Я вообще-то не хотела этого ребенка. И не хочу его воспитывать. Ну, а больше же делать нельзя, потому что здоровье испортишь. Я его отдам на попечение государству. Пусть они заботятся. Он вырастет, будет 18, ему квартиру дадут. Будет все нормально. Не то, что у меня. Туда-сюда решают, как с собачкой, где мне жить. Так вы вырастите, потом будете его искать. Да не буду я его искать, пусть забирает государство, пусть заботится о нем. Почему я должна это делать? Они решили между собой, что мне там воспитывать кого. Как мы решили, так мы... Простите, пожалуйста, за этот нескромный вопрос. А как часто вы собираетесь отдавать детей на попечение государства? Я надеюсь, что такой ситуации больше не случится. Я этого не хотела. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Есть в жизни мальчика человек, который выполняет функции отца. Он любит ребенка, ребенок любит его, они гармоничны и счастливы. Я в эту картину не вписываюсь. Не вписывайтесь, платите деньги. Мужчина заявляет, что установление его отцовства лишено здравого смысла. Зачем, по его мнению, травмировать ребенка, если уже есть человек, который содержит мальчика и считает его своим сыном? И когда мы с ним боролись, он плакал и от боли, и от позора, потому что его отец обзывал самыми плохими словами. Отец юного спортсмена знает, как из парня вырастить мужика. Терпеть боль, никогда не сдаваться, всегда побеждать. И не важно, что мальчик уже на грани психического и физического истощения. Папа всегда прав. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд заслужив исковые требования, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, заслужив представителей органов опеки и попечительства, ознакомившись с мнением несовершеннолетней, выносит решение об ограничении обоих родителей в родительских правах сроком на 6 месяцев в отношении их 15-летней дочери. Суд отбирает дочь у родителей и передает их на попечение органов опеки и попечительства для помещения несовершеннолетней на этот период в воспитательные учреждения. Суд взыскивает с каждого из родителей алименты в размере 1,4 заработной платы или иного дохода ежемесячно на содержание несовершеннолетней дочери на период ограничений в родительских правах. Вынося данные решения, суд отказывает в иске истца в определении места жительства дочери по месту жительства матери, разрешая спор между раздельно проживающими родителями, который связан с воспитанием их общей дочери, суд по собственной инициативе, а у суда есть такое право, ограничивает обоих родителей в родительских правах в отношении несовершеннолетней дочери, руководствуясь правилами 1-й и 2-й ст. 73-й, и частью 4-й ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации. В данном случае суд считает, что такое отношение отца к воспитанию дочери представляет реальную угрозу для ее физического, психического и нравственного разбития. Суд также установил, что между матерью и дочерью в настоящее время сложились такие отношения, при которых нормальное воспитание и развитие 15-летней девочки стало практически невозможно. Потому что она не хочет меня воспитывать, она хочет скинуть ребенок. Я прошу всех помолчать, когда суд оглашает решение. Хорошо. У дочери крайне негативное отношение к матери из-за того, что мать в свое время оставила семью и длительное время не интересовалась жизнью дочери. Суд также хотел разъяснить истцу и ответчику, что в том случае, если за 6 месяцев ваше отношение к воспитанию, содержанию вашего ребенка не изменится, то в этом случае органы опеки и попечительства будет в праве ставить вопрос о лишении как мамы, так и папы родительских прав. В данном случае я исхожу из интересов только ребенка. Понятно? Да, понятно. На 6 месяцев прощайтесь с дочкой, на 6 месяцев прощайтесь с дочкой. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу вас всех встать! Решение суда. В иске отказать. Решение суда мне понятно. Полгода вполне достаточный срок. Все мы наладим с моей дочерью и будем жить все вместе. И с дочерью, и с внуком. Одной нормальной семьей полноценной. Я дочь свою люблю. Все для нее делал, все позволял ей. Но, видимо, неправильно это было. Будем теперь с женой пробовать как-то вырулить эту ситуацию. Если родится ребенок, внук или внучка, значит, воспитаем. Истец Елена Королева подает иск об установлении отцовства и взыскании алиментов. Ответчик Олег Березин против иска возражает. Заявляет, что у ребенка есть отец, который его содержит. Так, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я заявляю, что ответчик является отцом моего шестилетнего сына Андрея. С Олегом мы познакомились на последнем курсе института. У нас завязались отношения, в результате которых я забеременела. Олег на тот момент обрадовался ребенку, сказал, что после института мы, как только закончим, сразу поженимся. Но когда он получил диплом, он перестал со мной общаться. То есть вышло все не так радужно. Он сказал, что семья в его планы не входит, и он собирается уехать. И, очевидно, без меня. В связи с этим я требую установить отцовство на ребенка и обязать его выплачивать алименты в размере, указанном, 11 881 рубль, так как это является прожиточным минимумом на ребенка по Московской области. Простите, а почему в твердой денежной сумме? Потому что я хорошо знаю этого человека, и он найдет способ, чтобы выплачивать копеечные алименты. Только в связи с этим. Он человек очень изворотливый. Пожалуйста, отвечик. Господин судья, я не согласен с иском. Я считаю, что это все вообще большая ошибка. Одна большая ошибка. И мало того, я думаю, что вся эта история может негативно отразиться на психологическом здоровье мальчика. Во мне он отца не признает. Я не хочу видеть его в качестве своего ребенка. А психологическую травму он получит наверняка. Почему? Есть в жизни мальчика человек, который выполняет функцию отца и справляется с этой функцией замечательно. Он любит ребенка, ребенок любит его. Они гармоничны и счастливы. Я в эту картину не вписываюсь. Мне там делать нечего. Не вписывайтесь, платите деньги. Абсолютно верно. Платите деньги. Установится ваше биологическое отцовство, на вас будет возложена обязанность платить алименты. Если установится. Потому что у меня есть... А вы сомневаетесь в этом? Да, я сомневаюсь, у меня есть какие-то сомнения. А вы в экспертизе ДНК участвовали? Да. И сомневаетесь до сих пор? Да. Вы же не отрицаете, что вы с истом состояли в близких интимных отношениях? Я ни в коем случае не отрицаю. Не отрицаете? Так, истец, а поясните, пожалуйста, суду, что ответчик имеет в виду, когда говорит, что у ребенка есть рукой, как вы сказали, воспитатель? Опекун. Опекун. Я бы так сказал. Который заботится о ребенке. Это сожитель данной дамы. Что-что? Это ее сожитель. Он бывший. Сожитель. Да. И он в зале суда находится тоже. Так вы мне поясните. Да. Когда ребенку исполнился год, я познакомилась с молодым человеком. Ну, у нас тоже завязались отношения. Мы настали жить вместе, семейно. Он, Сергей его зовут, он привязался к мальчику, он его воспитывал как родного. Он и сейчас помогает, и они общаются, они проводят вместе время, ходят в кино, в зоопарк, в цирк, куда угодно. Но я считаю, что это не отменяет того, что каждый должен отвечать за свои поступки. В том числе и ты, Олег. Хорошо, естественно. Скажите, пожалуйста, ребенку сейчас шесть? Да. А что такое произошло-то? Вот шесть лет вы как-то обходились без ответчика. Что сейчас-то произошло? Три месяца назад я встретила случайно Олега в торговом центре. И он хотел просто пройти мимо, как будто он меня не узнал. А я его остановила, как бы сообщила, что у нас есть сын, шесть лет ему, зовут Андрей. Хочешь ли ты с ним встретиться? Нет, не хочешь. Угу. Интересно, почему. Я могу ответить. Это меня сильно задело, меня это сильно обидело. И вы решили, что? Я решила, что он ответит за это. 11 881 рубль – это та сладкая как бы месть, которая вот все поставит на свои места. Ну, это хоть что-то. Хоть что-то, я поняла, да. Иначе он будет платить тысячу рублей. Так, а свидетель-то, я так понимаю, это тот вот нынешний… Абсолютно верно. Ну, хорошо. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетель-ответчика, войдите. Ваша честь, Балашов Сергей Сергеевич. Представляю интересы ответчика. Я, если честно, полностью поддерживаю… Ну, не полностью, я поддерживаю в любом случае ответчика, потому что у нас есть некие общие интересы. Я считаю, что инициатива ИСА, она как бы ничему хорошего в ее семье не принесет, в ее семью. Потому что я очень сильно привязался к нему. А привязался настолько, что, ну, как вам объяснить, мальчик стал называть меня отцом. Понимаете? Со мной такого никогда не было. Но вы усыновили бы его. Я хотел бы усыновить. Но, понимаете, все идилии, вот этих всех прекрасных отношений в нашей семье, как я уже считал, мешал, наверное, не очень легкий характер Лены. Более того, она год назад попросила меня уйти тихо, спокойно, без скандалов. Я не знаю, чем это было обусловлено. В любом случае, то, что ребенок не остался без отца, я продолжаю с ним общаться. Я регулярно с ним общаюсь, нахожусь. Поскольку Лена разрешает нам общаться с ним до сих пор, я вот ежедневно, чуть ли не каждый день, я с ним увижусь и дарю подарки. Еще около года назад я договорился с Леной, уговорил ее подписать, составить письменное соглашение о том, что я ежемесячно буду платить до совершеннолетия сына, до совершеннолетия Андрея, ежемесячное пособие в размере 15 тысяч рублей, чего я исправно уже год совершаю. Все расписки от нее есть. Я тебе благодарна. Да, и это все к чему? Потому что вот у нас весь суд из-за того, что ты хочешь деньги с него, я так понимаю. Ну, хотя бы деньги, если совести у него нет, хотя бы деньги. Пожалуйста, не надо ничего менять. Подождите, свидетель. Естественно, вы мне можете объяснить, вот, свидетель заботится о вашем ребенке, он каждый день встречает ребенок, называет его папой. Чем вызван разрыв-то у вас? Ну, это личные наши отношения. Личные? Так и скажите мне, вы вообще тут пришли отцовство устанавливать и разговаривать о сугубо интимных делах? Прошли чувства к этому человеку. Я не могу жить с человеком, которого я не люблю. Поэтому мы рассыпались. Ребенку все-таки нужен отец. Да я вас прекрасно понимаю. Я вас очень хорошо... Я не понимаю юстицию, я, честно могу сказать, совсем не понимаю. Не понимаю, зачем это надо. Вот у меня результаты ДНК. Вот у меня самый упрямый ответчик, который почему-то считает, что суд результата ДНК не будет рассматривать. Не будет. И все останется так же хорошо. И все останется так же замечательно. И он будет пребывать в таком неком размышлении. А может быть, я не биологический отец. Вынуждена вас огорчить на 99,99%. Прискорбно. Ну что вот так-то, естественно. Зачем это все устраивать? Вы меня спрашиваете? Не знаю. Честно могу сказать. Совершенно не понимаю. Абсолютно. Я считаю, что Олег обязан и нестеркненно по своей поступке. Только за. Но отец биологический должен нести ответственность за то, что он ребенка сделал и должен его содержать. Так. В таком же недоумении, как и вы, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. И когда мы с ним боролись, он плакал и от боли, и от позора. Потому что его отец обзывал самыми плохими словами. На турнире по самбо произошел скандал. Судьи досрочно остановили схватку и присудили поражение юному спортсмену, который зарыдал от боли. Отец мальчика не намерен мириться с поражением. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ответчика, рассмотрев все представленные документы и доказательства, устанавливает отцовство ответчика в отношении малолетнего сына истицы. Суд выносит решение об указании в актовой записи рождения ребенка в графе «отец» ответчика. Суд взыскивает с ответчика в пользу истицы алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере одной четверти заработка иного дохода ежемесячно до достижения ребенка в совершеннолетии. Суд устанавливает отцовство ответчика в отношении ребенка истицы, потому что утверждение истицы, что ответчик является отцом ее сына, подтверждается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Согласно выводу данной экспертизы, проведенной по определению суда, отцовство ответчика в отношении ребенка не исключается, и вероятность истинного отцовства составляет 99,99%, что означает высшую степень вероятности. В данном случае я бы хотела сказать, что при установлении алиментов, ответчик вам разъяснит, правового значения не имеет нахождение истицы, предположим, в официально зарегистрированном браке или фактических брачных отношениях, какое материальное обеспечение идет от других членов семьи, от бабушек, от дедушек, потому что у нас закон прямо устанавливает, прямо обязанность родителей материально содержать своих детей. Оснований для назначения алиментов в твердой денежной сумме я, честно говоря, не нашла, потому что это исключительный случай. Это тогда, когда ответчик не имеет дохода, у него нет постоянного места жительства, его сложно разыскать, он не получает месяцами зарплату, тогда устанавливают в твердой денежной сумме. Вы просто захотели, вот потому что. Но в данном случае это не является объяснением для суда. Истинственный ответчик, суд огласил свое решение, благодарит свидетельств за участие в судебном заседании, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить. Когда мы шесть лет назад расстались с Олегом, я ему сказала, что меня обижать нельзя. Тогда, видимо, он в это не поверил. Сейчас убедился. Она получила то, чего хотела, но в следующий раз, когда она захочет с ребенком, например, полететь за границу, фиг она меня найдет, чтобы получить разрешение. Истец Александр Провоторов, как законный представитель несовершеннолетнего сына, предъявляет иск о пересмотре итогов соревнований и о взыскании морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Ответчик против иска возражает. Слушается дело Провоторова Александра Петровича с исковыми требованиями о пересмотре итогов соревнования, в которых принимал участие ваш несовершеннолетний ребенок, и о взыскании с оргкомитета турнира морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Ответчик у нас представляет интересы клуба «Пасамба Кубок надежды». Вы представитель оргкомитета. Приседайте. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я пришел в суд для восстановления справедливости, а также возмещения морального вреда в размере 20 тысяч рублей. И, конечно же, чтобы моему сыну присудили второе место. Моему сыну 12 лет. Он уже 5 лет занимается борьбой самбо. Он неоднократно участвовал в соревнованиях. Вот у меня имеются даже грамоты, дипломы. Он занимал первые призовые места. Все это у меня на руках. Все имеется, подтверждает. Но последние соревнования были шокирующими для меня. Соревнования проходили в другом городе, Кубок надежды. Они проходили два дня. Значит, первый день Женя вел лидирующие позиции. Очевидный фаворит. Победил в первый день он практически всех. Второй день был просто непредсказуемый, шокирующий. И для меня, и для сына. Судьи остановили поединок, присудив победу его сопернику. Пояснив это тем, что мой сын Евгений не готов дальше продолжать в соревнованиях участвовать. Соответственно, я был просто шокирован. Тренер Жени, моего сына, сразу обратился к судьям, на каких основаниях был остановлен поединок. Я также возражал против остановки поединка. Но судьи сказали, что мнение мы свои не меняем. Правило есть правило. Дело в том, что я прекрасно знаю правила. И основания для остановки поединка, их только четыре. Чтобы сняли досрочное соревнование, нужно одному из участников иметь чистую победу. Это первое. Значит, второе основание. 4-0 счет должен быть. Второе, второе. Да, слушайте, пожалуйста. Второе, значит, основание. Это то, что применение запрещенных приемов. Значит, третье. Это неявка на сами соревнования. И, значит, состояние здоровья. Ухудшенное состояние здоровья также дает основания. Вот четыре пункта. Мой Женя, он явился на соревнования. Он лидировал по очкам. 3-0. Жалоб на здоровье у него не было. И запрещенных приемов он не применял. Поэтому я в суд и обращаюсь. За справедливостью. В данной ситуации ваш ребенок тоже считает, что вы несправедливо прекратили поединок? Конечно. Конечно, несправедливо. И он так же, как я, не хуже меня это знает. Пожалуйста, отечки, послушаем. Еще раз представлюсь. Председатель оргкомитета региональных соревнований, о которых мы сейчас и говорим. На самом деле, хочу немножко уточнений. Коля господин Проваторов сказал, что есть всего лишь четыре условия, на которых соревнования заканчиваются досрочно. Схватка заканчивается досрочно. На самом деле, он процитировал 17-ю статью. Правил соревнований по самбо. Соответственно, в этой 17-й статье есть ссылка на 26-ю статью, пункт 6, в которой указывается, что схватка может быть остановлена в случае, если соперник, спортсмен получил травму, попросил о медицинской помощи. И если эта медицинская помощь требуется более двух минут, то схватка заканчивается в пользу того, кто остался здоровым в данном случае. Вы считаете, что этот случай, который произошел, он как раз подпадает под... Конечно. Давайте я вам тогда поподробнее немножко расскажу, как происходило дело. В честь вашего сына, я хочу сказать, действительно, в первый день соревнований Женя, сын Провоторова, господина, действительно лидировал. Он молодец. Он выиграл два поединка и вышел в полуфинал. Правда, во втором поединке получил достаточно серьезную травму, о чем мне доложил врач соревнований. То есть у него был ушиб плеча. На следующий день в полуфинале он вел по очкам. Действительно, вел 3-0. И, в принципе, по-хорошему, если что бы не случилось, он бы выиграл этот поединок и вышел бы в финал. Однако, к концу схватки мы услышали крик. То есть на самом деле Женя закричал. И после этого начал рыдать. Вы не представляете, какая сцена. Да неправда. Это о чем? Рыдать, рыдать. Сразу же была остановлена схватка, судья остановил, и мы пригласили врача. То есть надо было понять, что происходит. Врач предложил остановить схватку и прекратить ее. Потому что по симптомам было видно, что мальчику больно. Но однако я могу сказать, что мальчик не просто испытывал какую-то боль. Видно было, что он получил какую-то другую травму на самом деле. Он был в определенной истерике. Он рыдал так, что вокруг нас зрители, дети слышали это и не могли понять, что происходит. Что сделал главный секретарь? Он засек время, как положено. По истечении двух минут мы не смогли остановить ситуацию. Мальчик продолжал рыдать, слезы. И тут, ну, знаете, началось ужасное. На самом деле ужасное. Детский спорт, он неразрывно связан с тем, что родители участвуют, грубо говоря, в жизни этих спортсменов. Они их, им помогают, их поддерживают. Вот. Но есть категория этих родителей. Мы их называем в своей среде жгуны. Они зажигают. Они на соревнованиях иногда творят такое, что мы, ну, что вы, Пётр Петрович, к чему я говорю? Истец, истец. Итак, господин Провоторов значит, с трибуны, я хочу сказать, матом и всякими нецензурными словами на своего ребёнка. Ты чмо. Давай вставай. Давай борись дальше. То есть, ну, все дети слышали. Родители слышали этих детей. Это был стресс. Я воспринимаю это следующим образом. Мальчик, испытывая боль и получив такой посыл от своего отца, я хочу сказать, что это была агрессия взрослого человека, мужчины, с кулаками. Вот. Мальчик, скорее всего, попал в депрессию определённую. Он не мог продолжать соревноваться и в то же время папа там чуть ли не с кулаками орёт вовсю там. Ты! Давай! Вот. Я хочу сказать, чем закончилось дальше. Когда мы остановили соревнование, господин Провоторов реально сорвался и начал драться с судьями. Пришлось применить силу. чтобы закончить это безобразие. Скажите, пожалуйста, у вас же вот протокол этих схваток ведётся, правильно? Да, конечно. И если там идёт просуждение победы по очкам, то, следовательно, судьи ведут это всё тщательно. протокол соревнований. И вот в этом протоколе отражено, когда была остановлена схватка. И дальше дано заключение медиков. Врач посчитал, что в этом физическом состоянии мальчик продолжать схватку не может. Естественно. Ещё раз повторюсь, чтобы картина вот прям полностью была понятна. Мальчик рыдает слёзы. Боль ли это физическая либо психологическая, но очень трудно понять на соревновании. Действительно, это не перелом, да? Это, к примеру, уши. Это ложь. Это ложь. Мой сын идёт через боль всегда. Истец, истец. Я поняла, через судебного пристава мне протоколы. Истец, скажите, пожалуйста, а вы в детстве-то сами мечтали быть чемпионом? Да, ваше честь. Конечно, но на данный момент я устроился на такую работу, которую... Нет, я про детство спрашиваю, я не про сейчас. А чемпионом в каком виде спорта вы хотели быть? Борьба рукопашной. Борьба, да? Да. Понятно. Так, вы просили свидетелей с вашей стороны. Да, пожалуйста. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетелистца. Свидетелистца, войдите. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Я Луговой Игорь Игоревич, тренер мальчика, Женя. Ну, я, конечно, хотел бы в первую очередь принести извинения оргкомитету за сложившуюся ситуацию на соревнованиях. Потому что, ну, действительно, Александр немного переборщил с эмоциями. Я Женю тренирую уже на протяжении пяти лет. Женя действительно фаворит соревнований. У нас каждый бой у нас всегда побеждался. Мы всегда получали первое место, либо призовое. Второе, третье. Вот. И есть одна особенность у него. Если что-то идет не так, если как-то что-то, ну, или там его сильно ударят, хотя это ничего, ему никакого вреда здоровья не наносит, он начинает плакать, но отец на соревнованиях, когда присутствует всегда, в принципе, он Женю, так сказать, подначивает, подтаскивает, пытается ему... мотивирует. Я могу сказать слово, но трудно было не заметить, что парень приходит на соревнования или на тренировку уже с побоями. Уже с побоями. Понимаете, что на тренировке побои и получают, и то это не побои, а просто синяки. Это естественно. Нет, подождите, подождите. Ну, понятно, да, самбо это же очень контактные. Контактные, да. Ну, дело в том, что вот, когда мы тренируем, мы же все-таки профессионалы, и не такие уж у нас там, да, многочисленные на сегодняшний день инсекции, вот, мы знаем каждую травму своего сада. Ну, понятно, да. Вот, а здесь, ну, на лицо, на лицо парень приходит с опущенными глазами, да? Я не могу сказать, что мальчик приходит с опущенными глазами, наоборот, он всегда... Вообще, он жизнерадостный мальчик, я бы не сказал, что... Так, ну хорошо, трое взрослых высказали свою точку зрения. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетель-ответчика, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сергей Гусев, мне 12 лет. Еще в первый день соревнований у Жени была все рука синяя. И когда мы с ним боролись, он плакал, как мне кажется, и от боли, и от позора, потому что его отец обзывал самыми плохими словами. урод, за... Чему? Так, 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 так. Давайте мы плохие слова не будем в суде. Я верю вам. Про плохие слова верю. Подождите, ответчик, верю. Так. И все в таком духе. Ну и вот. И после того, как ему, точнее, Жене, засчитали проигрыш, отец ему дал подзатыльников несколько. И когда его отец пошел разбираться в оргкомитет, я Жене спросил, а почему он вышел на соревнования с больной рукой? А он мне сказал, что другого выбора, как выиграть, у него не было, потому что он очень сильно боится своего отца, отец его избивает. И мы с ним обменялись электронными адресами, и на следующий день он мне написал то, что его очень сильно избили, и он неделю не мог ходить в школу. Мальчик, о чем ты говоришь? А истец, 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 истец. Что за бритву, не скажешь, мальчик? У меня вот тут есть переписка. Да что за переписка? Откуда переписка? Из компьютера переписка? Откуда? Вот переписка. Мы, ну, он мне написал. Вот, все есть. Я могу показать. Истец. Мы устраиваем дома поединки. Да, когда-то бывает такое, что где-то больше синяк образовался, где-то меньший. Он терпит, поскольку я учил с самого детства. Так, суд удавляет свое принятие решения. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования изца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны истца и несовершеннолетнего свидетеля со стороны ответчика, в удовлетворении исковых требований о пересмотре итогов соревнований и взыскании морального вреда, суд считает необходимым отказать. Суд отказывает от удовлетворения исковых требований, потому что судом установлено, что сын истца по состоянию здоровья не мог продолжать соревнования, что подтверждается соответствующими протоколами проведения соревнований и показаниями свидетеля. Поскольку сын истца с точки зрения суда правомерно был снят в соревновании, оснований для взыскания возмещения морального вреда у суда не имеется. Кроме того, в судебном заседании установлены и внесены в протокол определенные факты, свидетельствующие о жестоком обращении вас, как отца, в отношении не своего совершеннолетнего сына. Поэтому суд считает необходимым выделить это отдельно в производство и придать эти материалы, конкретно касающиеся этого вопроса, в органы опеки и выпечительства для проведения соответствующей проверки и принятия соответствующего решения. Естественно, ответчик, суд огласен на свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Выске отказать. Я категорически не согласен с решением суда и судейской комиссии. Титул мы обязательно завоюем. В детском спорте результат должен быть не любой ценой. Развивайте детей в гармонии физического и морального воспитания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова